Всем привет! Давненько мы не устраивали конкурсы. Мы тут подумали, почему бы не разыграть для вас 10 призов. Я зашла на сайт Комфи и выбрала для вас 10 подарочков. Каких сейчас покажу. Подарки я выбирала на сайте Комфи.ua, потому как мы именно в Комфи делаем свои покупки. Здесь очень удобно выбирать товары и бывают разные скидки, поэтому я вам тоже рекомендую делать свои покупки на сайте Комфи.ua. Подарок номер 1. Тостер Тефаль. 2 года гарантии, 7 режимов приготовления тостов, потребляемая мощность 870 ватт. Подарок номер 2. Флешка на 128 гигабайт, сан-диск. Подходит USB 3.0 и гарантийный срок аж 5 лет. Подарок номер 3 и 4. Это беспроводные наушники. Я решила их разыграть в количестве двух штук, потому что считаю это классная вещь. И она может понадобиться многим людям. Подарок номер 5. Набор посуды из нержавеющей стали. Производство Бразилия. 4 предмета. Подарок номер 6. Фитнес-браслет Samsung Galaxy Fight. Белый. Фитнес-браслет может контролировать ваш пульс. Вы можете плавать, потому как он защищен от проникновения влаги. И он также может отслеживать ваш сон, чтобы гарантировать здоровый отдых. Также у него очень мощная батарейка. И вы можете подзаряжать его только один раз в неделю. Браслет может синхронизироваться с вашим смартфоном и уведомлять вас о любых событиях, происходящих на нем. Звонки, сообщения. Ну и ко всему остальному он очень красивый. Подарок номер 7. Ручной блендер Philips Daily Collection. Гарантия на него идет 2 года. Цвет белый. Подарок номер 8. Портативная акустика Trust. Точно такая колонка есть у Насти с Катей. Мне она безумно нравится. До 8 часов вы можете слушать музыку от аккумулятора. То есть ее можно взять с собой, пойти где-то на улицу, во двор или еще куда-нибудь. И в темноте она очень красиво светится. 2 года гарантии. Подарок номер 9. Утюг Electrolux. Вертикальный пар, паровой удар, постоянный пар. Цвет голубой с белым. Есть защита от накипи. Функция самоочистки. И гарантия на него год. И 10 подарок это пылесос для сухой уборки с мешком. Пылесос красного цвета и гарантия на него год. Итак, что же надо сделать, чтобы оказаться в десятке победителей? Очень простые условия розыгрыша. Первое. Подписаться на канал Комфи Полезный Лайфстайл. Ссылочка в описании. Второе. Подписаться на наш канал. И третье. Заполнить форму специальную, чтобы мы могли с победителями связаться. Тоже ссылочка в описании. Ну что же. Наш конкурс будет длиться 30 дней. Для того, чтобы все, кто захочет, успели поучаствовать. 25 августа будет розыгрыш. 10 подарков. Поэтому спешите принимать участие. Еще раз напоминаю, что ссылочки в описании. То есть там написано все, что нужно сделать, чтобы поучаствовать в этом розыгрыше. Всем удачи. Пусть вам повезет. Так, а вечерком мы решили проехаться в эпицентр. За рулем будет Настя. Иди сюда. Ого. Нет, ты пройди сюда еще дальше. Намечается дождик явно. А куда она сейчас не упадет? Спустится нормально? Да спустится, спустится. Спускайся осторожненько. Осторожно. Молодец. Давай ручку дальше вместе пойдем. Давай. Давай. Так, наша Алиса вся в отце. Только не надо заболевать, как отец. А то на свой день рождения еще раз болеешься. Уже гром гремит, да? Ой, сколько гремит, дождь. Что ж такое? Залезай, доченька. Помочь? Помочь надо? Алиса обрезована фломастерами. Ой, чепусь. Я на всякий случай навигатор включила. Я так-то знаю, куда ехать. Вы все сзади. Чего это? Все дети сзади. Давайте, так безопаснее. Алиса же мы забираем еще. Вот Алиса сидит. Нет, Алиса нет. Ну, сядет тоже сзади. Катя, покажи свою руку. Катя бегала за лимоном. И врезала. Бегу от лимона и врезаю стенку рукой. Как это вообще можно было врезаться в стенку? А теперь Катя говорит, я ее, наверное, сломала. Я ей говорю, да не у тебя ушиб. А от ушибов же эластичный пент помогает? Да. Ну, не от ушибов вашего, чтобы оно не болело. Ну, как бы, да. Гули-гули едем, да, дочек? Как будто фотошоп. Нам надо съездить, потому что у Алисы закончилось и мяско. Как будто фотошоп. Почему? Ну, потому что небо нормальное и голубое, а в зеркале, видишь, какое? А, да. Вы видите, какие там тучи. Да, видели, мы же уже слышим, и гром гремит. Так, ну что, поехали. Может, зонтик возьмем, девочки? Да. Я схожу за зонтиком. Да я зонтик возьму и приду. Хорошо? Так, едем в эпицентр. Настя никогда туда еще не водила машину. И сейчас даже включила навигатор на всякий случай. И начинается уже непогода. Летают листья, прям слетают с деревьев. Как ураган начинается. Это идеальная погода. Я так люблю такую погоду. Еще и солнышко. Настя, это дождь. Это не град, это крупный дождь. А ты знаешь, что в дождь тяжелее водить машину? А говоришь, любишь. Ну, люблю погоду. А у меня рука не медь. Леша, я водить в дождь люблю. А вдруг я пережала. Если рука не медь, значит ты пережала. Надо его ослабить. Странно, покапало и прошло, смотри. А сейчас будет еще. Ты видишь, как потемнело резко? А мы едем там, где не темнеет. Тайлиску так зима проехали. А, нормально. Да, сзади еще солнце. Такая погода интересная сегодня вообще. Это знаешь, Настя, у тебя душа фотографа. Тебе такое фотографировать хочется. Настя реально очень хорошо фотографирует. И поэтому ей вот такие всякие пейзажи, думаю, нравится. Потемнело. Страх как потемнело. Еще не настолько поздно, чтобы было так темно. Впочем, почти сколько? Восемь сейчас. Да, в восемь вечера. А, в принципе, сейчас же уже раньше должны теметь. Вон какой ветер, видели? Нет. Мне страшно, что ураган начнется. Сейчас начнет что-то сносить. Бигборды. Сейчас такая может быть. Погода такая. Такая, да. Осенняя погода. Вот что ты осень любишь. Пока эта улица не кончится. По-моему, тоже. А потом направо. Люди все бегут, дождь пошел. Нет, налево. Налево, Настя, налево. Направо. Направо. Право мы тоже. Да, направо, это точно. Поспорили, налево или направо заворачивай. Бабушка говорит, налево, мы говорим, направо. Сейчас посмотрим, кто будет прав. Да, направо. Я уверена. Я тоже уверена. Даже навигатор показывает направо. Прямо. Такой прямо. Прямо нет дороги. Да это такой себе дождь, поверьте. Вы думаете, зря все вот это налево заворачивали? Это, я так понимаю, пожарное училище. Это сейчас вообще в поля выедем. Слушайте, давайте развернемся. А как мы теперь развернемся? Бабушка была права, а мы повернули направо. А я сразу так и сказал. Ну смотри, где можно развернуться. Боже, тут собаки еще бедут. Да не, не, вот показывал на... Собаки прям под дождем бегают. Блин, и где разворачиваешь? Ну сейчас мы идем. Точно пожарное училище. Смотри, пожарка выезжает. Блин. Да, вот сюда точно. Мы едем в пожарное училище. Ба, я так и еду. А ты как думала... Настя, она назад сдает, там машина в стороне. Как мы будем все выходить? Зонтика у нас три. Я думала, как-то выйдет. Да. Алиску на руки под зонтик есть. Это жопа. Что еще на жесть? Настя говорит, это жесть, это жопа. Кошмар. Хочешь, притормози, мы перед дождем. Переждем. Долго будет. Перед дождем, говорю. Вот эти вот палочки нагнетают обстановку. Какие-то переживают. Кто нагнетает? Палочки. Палочки. Дворники. Дворники. Палочки. Знаешь? Да. Вон есть парковка. А, все, на то, что вроде. Да, нормально все видно, господи. Настя, впервые едешь в дождь, да? Нет. Не впервые? Я ездила на дождь. А, Алиса звонит. Вот теперь направо. Направо? А, ну да. А я думала, там был пары направо. Направо, не налево, Настя, направо. Да, да, вот здесь бывает. Что бабушка, гордистый. Единственное, я подумала правильно. Короче, старших надо слушать. Я тебя и слушала. Ну да. Точно. Все еще восхищаешься погодой? Да. Я такую погоду очень люблю. А сейчас мне вообще нравится. Все небо серое будет. Шикарно. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Смотри, как туман прямо. Какого велосипедиста? А, ну жалко, конечно, велосипедиста. Да, да. Он сам выбрал такой вид транспорта. Он тоже чуть-чуть дядю не подобрал. Да, мы ехали мимо мужчины, который стоял под деревом. Я говорю, давайте его подберем, жалко ж. А мне говорят, куда он тут влезет? Тебе на руки можно его послушать. Да, зона видимости все хуже. Так, капец. Ну, в такой дождь первый раз вожу. Папа такой, по-моему, в гости. Смотрите, какие бегут. Да, папа не любит дождь. Какие еще геруты. Кошмар, так как у меня, вот быстрина не было. Видишь, водник в трусах бегает. Как будто конец света. Да, вижу, вижу. В шортах они бегут, чем в трусах. Ну, не что, ладно. За то, что водители так аккуратно ебут. Это мне нравится. Никто не боится. Сейчас объясню, что подвижение. Быстрое. А я все аккуратненько, потихонечко. И макрально. Осторожно. Капец, видимость еще хуже. Мы сейчас до эпицентра доедем, а обратно не выездим. Так, зальем, будешь помнишь, как идут в юго-западном районе? Блин, реально. Здесь целое море в юго-западе, когда дождь начинается. И будем плыть. А тут еще такой класс. Ё-моё, реально. Мы вообще не будем плыть. Придется в эпицентр. Это я сниму видео. 24 часа в эпицентр. А мы будем счастливы. Да, а я буду счастлива. Блин, ну не очень плохо, но я не знаю. Даша боится, разы сутки. Асиль, быстрее не держу. А вы с нашей мамой? Нет, это как-то... У нас здесь теперь две колейки, по-моему. Боже, капец, капец. Отлично, она здесь включила, как нам. Я не знаю, она как-то сутки включает. Это капец, жесть, товарищи. Куда мы поехали? Зачем мы поехали? Зачем тебе залпит этот эпицентр? Я хотела просто мяско купить. Капец. Алиса в шоке вообще. Алиса, дождик. Кап-кап-кап. Кап-кап-кап. Глаза огромные. Сцепилась в какую-то салфетку и так и сидит. Сразу, да. Алисенька, дождик. Кап-кап-кап. Вот еще третий за дождяра. Дождик-дождик. Кап-кап-кап. Мокрит все дорижки. Мы не пойдем гулять, потому что мы не будем. Чуть-чуть успокоилась. Слышит мой голос спокойный. Это было прямо испуганно. Бегут ужас поужим. Вон еще, посмотри. Ужас. Откуда они бегут, интересно. Это центр прятаться. Нет, а откуда? Там же ничего нет. Где-то гуляли. Школьники. Я же говорила, только мы подъедем, дождь утихомирится. Это закон подлости. А, смотри на этих мотоциклистов. Все под навесом с мотоциклами. Боже, я думаю, что нам вошли за посуде наше. Слышишь, квит из усего свита. А у тебя зонтик есть? Если будет идти дождь, ты мне позвони, когда будешь на автомат. Зато тут сколько свободных мест. Тут мест свободных вроде было. Да их и сейчас много. Только вот далеко сильно нас не завозить. С ребенком под дождем бежать не хочешь. Я выберу входа сразу. А, вот. Не, ну я имею в виду на стоянку. Если туда до конца поедешь, то нам будет сложно. Субтитры создавал DimaTorzok